МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все волнения напрасны. Глава региона заверил население. Жилье для очередников и переселенцев из ветхого и аварийного жилья никому другому отдаваться не будет. По друзьям и друзьям друзей, схема торговли рыбы в регионе вызывает вопросы. Что еще волнует местных рыболов, расскажем очень скоро. Число беженцев с Украины с каждым днем увеличивается. По данным ФУМС, на территории региона уже находится 53 вынужденных переселенца. В большинстве случаев они останавливаются у родных и друзей. А в сентябре в округ прибудет еще 120 граждан Украины. Для переселенцев из Украины готовится специализированное жилье по типу общежития. Всего два пункта временного размещения в городе Наринмаре, поселке Искателей. Жилое помещение в гостиничном комплексе Арктический смогут сдать к 15 сентября. Срок окончания ремонтных работ в административно-бытовом комплексе по улице Авиаторов 18 сентября. Я надеюсь, что взятые на себя обязательства указанные чиновники выполнят. И к 15 числу эта проблема будет решена. В противном случае придется выселять чиновников, выселять беженцев. Поэтому, безусловно, то жилье, которое строится для переселения ветхого аварийного, то жилье, которое строится для продвижения нашей очереди, то жилье, которое строится для узких и будет предоставлено узким специалистам, мы имеем очень большую проблему по врачам, оно будет предоставлено посредственно им. Это просто по определению. Поэтому просьба в этом плане не волноваться. Кому, где и сколько ловить? От ненецких рыбаков в администрацию и надзорные органы поступили многочисленные обращения и вопросы, связанные с организацией рыбного лова. Представители управления АПК и Росрыболовства решили ответить на все интересующие вопросы на специальной пресс-конференции. Поводом для встречи стали многочисленные жалобы и вопросы рыбаков. От стратегических до самых конкретных. К примеру, не всем понятно, где и как формируются и распределяются рыбопромысловые участки, а также где публикуется информация о них. Как пояснили участники конференции, найти информацию о местах промыслов можно на сайте управления АПК и Росрыболовства. Что касается формирования перечня, это процесс открытый. Перечня – это живой организм, и поэтому при наличии также заинтересованности, чтобы сформировать там рыбопромысловый участок, эта работа проводится. Интересуют рыболовные компании и вопросы сбыта. Продавать рыбу сейчас приходится по друзьям и друзьям друзей. Торговые ряды для индивидуальных предпринимателей не оборудованы. В ответ на эту реплику представители АПК предложили предпринимателям самоорганизоваться и проявить гражданскую активность. У нас уже порядка 104 человек. Это можно уже даже, если, как говорится, они могут даже организовать свою какую-то точку для себя. Здесь просто само взаимодействие между самими рыбаками, но и с властями, тут как бы возможности есть. Еще один утилитарный вопрос – что делать с журналом рыбодобычи? Заполнять его в дождь или шторм иногда просто невозможно. В то же время рыболов обязан фиксировать на бумаге каждое свое действие, иначе рискует получить штраф. Однако здесь законодательство компромиссов не предусмотрело. По идее, надо его заполнять при любых условиях. В лодке, в шторм. Есть обязанность. Он должен это делать. Если он не может заполнять, значит, прекращай лов, выходи на берег. Что касается коренных малочисленных народов Севера, они по-прежнему могут заниматься рыбалкой при помощи традиционных орудий лова. При этом перечень таких орудий не определен, а значит, ловить можно при помощи любых промышленных устройств и изделий. Также представитель Росрыболовства напомнил, что выделение квот для КМНС происходит в приоритетном порядке. Дмитрий Щепанов, Владислав Носкин, Телеканал Север. Округ продолжает обсуждать концепцию 2025. На этот раз свои предложения в нее внес коллектив Центра развития ребенка «Сказка». На встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Бадьян обсуждали доступность образования и его качество. Одной из тем разговора стало обеспечение технической базой дошкольных учебных заведений. Так, воспитатели детского сада объяснили, что им приходится работать на собственных компьютерах, чтобы сделать процесс образования интереснее. Отдельное внимание уделили спортивному воспитанию детей. По словам педагогов, дошкольники испытывают нехватку в специальных помещениях для занятий с культурой. Во время беседы с уполномоченным затронули досуг детей вне учебных заведений. Почему бы на месте старой школы интерната построить детскую площадку? Действительно, это тоже самое главное. Такая красота была. Тут бы и родители гуляли, и тут бы на детской площадке дети играли. А то, по сути, у нас в том районе детской площадки нет. Там, может быть, такое предложение, может быть, организовать такое общественное рассуждение на сайте, через горячую линию, какой должна быть детская площадка в городе на Винбасе. На встрече присутствовала и уполномоченная по правам ребенка Татьяна Гашева. Она поблагодарила коллектив детского сада за активное участие в благотворительной акции «Милосердие» и вручила педагогам памятные подарки. К другим темам. Два года тюрьмы за небрежное хранение оружия. Госдума установила дополнительные запреты и ограничения, ужесточающие правила использования огнестрельных средств. К примеру, иметь ружье теперь можно только с 21 года. Правда, в том случае, если человек не служил в армии. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации с 21 года. А также запрещено ношение гражданского огнестрельного оружия на территории образовательных организаций, а также ношение этого оружия на территории организаций, которые предоставляют досуг в ночное время и где происходит реализация алкогольной продукции, за исключением лиц, которые осуществляют охрану данных в заведении. Ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения влечет штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующей конфискацией вместе с боеприпасами. В ряде случаев также могут лишить права на последующее приобретение и хранение сроком до двух лет. За использование оружия другим лицом, повлекшим смерть человека или тяжкие последствия, ответственность будет нести и его владелец. В таком случае хозяину грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год. Сейчас прервемся и вот что вы увидите далее. Село буквально растет во все стороны, ведь желающих обосноваться здесь становится все больше. Кого коснулся строительный бум, расскажем очень скоро. «Даешь молоко» — новый механизм субсидирования привел к повышенному спросу на продукцию сельхозпредприятий, а большие запросы ведут к глобальным изменениям ВПК. Морские перевозки из Архавельского на Ренмар по расписанию, любые виды грузов, упаковка, хранение и доставка от двери до двери, предоставление контейнеров. «Полартранс» — мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru Вы просили, и мы продлили. Только до 24 августа в «Техновидео» на весь ассортимент скидка 50% и ни процента меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается! Мы продолжаем выпуск. К началу 2015 года жилья в Тельвиске станет больше. 36 квартир будут построены по заказу администрации Заполярного района уже к концу этого года. Кроме того, в селе активно строят индивидуальные жилые дома. Причем не только местные, но и горожане. Подробнее о строительном буме в Тельвиске в нашем следующем сюжете. Стоимость земельного участка в 10 соток в Тельвиске сегодня может достигать миллиона рублей. Все потому, что желающих обосноваться в селе становится больше. На некоторых участках, отведенных под индивидуальное строительство, уже имеется инфраструктура. Подведены газ и электричество. Многие новострои появились в селе благодаря окружной программе «Жилище». Получая государственную поддержку, люди могут купить квартиру в городе либо построить дом в населенном пункте. Воспользовалась программой и семья Кустышевых. Признаются, поддержку получили значительную. Определенная сумма на человека. У нас на четверых вышло порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Естественно, на строительство дома этого не хватит. Пришлось еще заемными пользоваться. Но стараемся, строимся. 33 семьи из Тельвисочного муниципалитета ждут своей очереди на получение социального жилья. Расселить многих очередников смогут уже в начале 2015-го. Новый 24-квартирный дом обещают построить до конца осени. Его возведение обойдется в 70 миллионов рублей. Деньги на строительство дают нефтяники. Правда, с последними платежами затягивают. Я думаю, что это обычные бюрократические процедуры. То есть, это просто затягивается. В договоре четко написано, что в течение 10 дней, от момента предоставления актов, подписанных в определенном последовательности, должны были произведены проплаты. То есть, мы ждали денег уже, там, 21 миллион, сумма немалая. То есть, для нашего предприятия мы ждали этих денег 5 июля. Чтобы не нарушать сроки, Нарьинмарстрой закупает материалы и оплачивает работу из своих средств. Еще один объект – 12-квартирный дом. Строит Нарьинмарокргаз. На предприятии уверяют – мерзнуть в нем не будут. Проект адаптирован для северных территорий. Достаточно толщина бруса, он составляет 180 миллиметров, плюс идет утепление стен наружные и обшивка его сайдингом. То есть, по теплопроводности он будет достаточно эффективен. Потери будут сведены к минимуму. Сдать дом в эксплуатацию должны уже в декабре текущего года. В нем разместят телевисочных погорельцев. Строительство в Тельвиске не ограничивается жилфондом. Новую прописку собирается получить и крупный рогатый скот, поголовье которого уже в скором будущем увеличится в несколько раз. На телевисочной ферме нет дойных коров. Есть будущие мамы и маленькие телята. Но именно от того, как здесь вырастет молодняк, зависит их жизнеспособность. За годы эксплуатации здание фермы изрядно обветшало. Типовой проект телятника был реализован еще в советское время. За 35 лет помещение пережило даже пожар. В зимний период это произошло. Но, благо, потушили, успели. Никто не пострадал. Просто выгорели два административных помещения из данной фермы. После пожара в основном корпусе телятника сделали капитальный ремонт. Но эффект от него оказался незначительным. Чтобы не тратить деньги впустую, решили построить новый. Техническое задание уже готово. Сейчас Ненецкая АПК заключает договор на разработку проектно-сметной документации. Строительство планируют начать уже в следующем году. У нового телятника появится свой склад и гараж. Цена всего комплекса около 280 миллионов. Кроме того, в планах реконструкция коровника на факеле. Эти меры помогут увеличить поголовье крупного рогатого скота до 1600 единиц. В первую очередь, такое количество коровец даст возможность покрыть потребности города в нашей молочной продукции. Мы понимаем, что сегодня при этом субсидировании, наверное, каждый нормальный руководитель подумает и будет увеличивать поголовье крупного рогатого скота, чтобы округ ел свою продукцию. Техническое задание и проектно-сметную документацию на реконструкцию коровника на факеле разработают в ближайшее время. В планах пристроить комплексу доильный зал, оснащенный современными технологиями. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Снова прервемся и вот, что вы увидите далее. Еще в апреле он пообещал устроить мастер-класс воспитанникам школы искусств и обещание сдержал. Дмитрий Коган приедет с концертом за Полярную столицу. Дмитрий Коган. Работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждем вас. Успешен тот, кто успевает. Мы продолжаем выпуск. В начале осени Наринмар будет принимать первый фестиваль Дни высокой музыки в Арктике. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля известный скрипач Дмитрий Коган. В Ненецкий округ он приезжал в апреле этого года. Тогда же и приняли решение о проведении Дни высокой музыки в Наринмаре. Откроют фестиваль классики 2 сентября в 19 часов. На большой сцене культурно-делового центра выступят профессионалы мирового уровня. Заслуженный артист России Дмитрий Коган, солист Большого театра Максим Пастер и солистка Мариинского театра Лариса Юдина в сопровождении Камерного оркестра Московская Камерата. На следующий день, 3 сентября, Максим Пастер и Лариса Юдина проведут творческие встречи. А вечером состоится сольный концерт пианиста Алексея Курбатова. Кроме того, артисты организуют мастер-классы для учащихся детских школ искусств. Завершится фестиваль 5 сентября вечером скрипичной музыки в исполнении Виктора Абрамяна, преподавателя Государственной классической академии. Электронный паспорт, который невозможно потерять и владельцем которого могут стать только животные. Речь идет о микрочипе, в котором содержатся данные не только о самом питомце, но и о его хозяине, прививках, вакцинации и многом другом. В мире чипировано более полумиллиарда животных, и данная цифра от года к году будет только увеличиваться. Сегодня электронная идентификация животных доступна и в Наринмаре. Такая услуга появилась в окружной ветеринарной станции. О преимуществах чипирования в следующем сюжете. Наталья – владелица прелестной жужи. Рыжий шпиц, как всегда, активен и жизнерадостен. Поднимает настроение и смешит свою хозяйку. Оставить его в Наринмаре, а самой уехать в отпуск – таких мыслей Наталья даже не допускала. Поэтому решила взять его с собой. Билеты в Европу куплены, питомец чипирован, можно спокойно ехать за границу. Во всех странах, во всех городах, уже в аэропортах проверяют всегда собаку на принадлежность какому-то их хозяину, и вообще по документации. А самое основное, что мы хотим выезжать за границу, а за границу без чипа собаку не пускают, проверяют на границах. По совету Натальи чипирование своей собаки сделала и ее подруга. Ведь на сегодняшний день это один из самых гуманных и недорогих способов клеймения животных. В ветеринарной станции услуга чипирования животных от кошек и собак до рептилий появилась в начале лета, накануне сезона отпусков. Сама процедура совсем проста и занимает не больше минуты. С помощью обычной инъекции в тело животного чаще всего в зону лопатки вводят микрочип. Вот он. Вот так руку поставьте. Наверное так. Представляется себя капсула из стекла либо керамики. Она бессовместима с кожей животного. То есть привидение не будет отторгаться, через 5 дней зарастет сильная тканная капсулой, не сдвинется и всю жизнь при животном будет оставаться подкожно. Для распознавания животного применяется сканер. Он есть в каждой ветеринарной станции, где проводят чипирование. Устройство подносят к животному и считывают идентификационный 15-значный номер. Эти номера вносят в единую по всей России базу данных. Туда же вносят информацию о питомце и его владельце. В основном включают информацию по животному. Это порода, вид, пол, возраст, кличку и данные владельца. Это номер телефона, адрес почтовый, фамилия, имя, отчество владельца. Можно включить паспортные данные и любую другую дополнительную информацию. Допустим, фото животного. При оформлении каких-то таможенных документов значительно облегчает всю процедуру. Любой сотрудник может залезть в эту банку данных и взять нужные сведения. Допустим, о вакцинации, о происхождении животного, о месте, где это животное находилось до транспортировки. Преимущества электронного паспорта питомца успели оценить пока только 8 нариенмарцев. Однако, чипирование при множестве плюсов не имеет минусов. Идентифицировать можно любого питомца, вне зависимости от возраста, пола, породы и размера. Обязательное условие – животное должно быть привито. С таким документом питомцу не страшно потеряться и путешествовать вместе с хозяином.